И в принципе в своей сложности, что мы уже достигли класса люкс. И поэтому вы должны для себя тоже сделать вывод, что вы должны ориентироваться на другого клиента. На более грамотного, на более ухоженного. Потому что такой женщине, поскольку она за собой ухаживает, ей понятно, почему вы предложите мастер-класс. И она никогда вам ничего не возьмет, если вы просто дадите каталог и скажете у нас возможности рефлеера. Этого недостаточно для такого человека. Вы должны показать. Здесь вы можете представить всю коллекцию, потому что она привыкла пользоваться уже коллекцией. Она понимает, почему тоник вам не нужно объяснять. Я думаю, что у вас есть клиенты, которым вы еще объясняете, почему тоник необходим. Вы знаете, вот все знают, как ухаживать за кожей. Кажется, весь интернет заберет. Сейчас вот YouTube откроет, там все есть. Встречаешься с клиентом, он... А лично мне как? Да? Во время или после. То или другое. Поэтому личностное отношение, оно вот прям вот, мне кажется, сейчас очень важное. Декоративную косметику, Джетани Голд, вы можете представить, да? Чтобы это было статусно, чтобы это было красиво, чтобы это было... Потому что смотрите, как вы думаете, наша косметика бы смотрелась рядом с люксовой косметикой в аэропорту? Еще как бы. Правильно? Я думаю, что даже очень красиво даже и конкурировала. Если там женщина увидела Али Флэн, это значит, понимаете, психология. Потому что вот когда ты в аэропорту, и там все красивые люди, и там прекрасно пахнет. Там приходит ассистент, который мне говорит это самое... Хотел уже сказать не очень вежливо, да, чего пришла, да? Или как вам помочь, да? Неучить жить лучше помоги материально. Помните тоже, вот, классика, который спрашивает, да, на какой цели, да? Вот чем вы пользуетесь, какая ваша рутина, что вот конкретно, да? Которая выглядит как... Вот вы посмотрели, да? И вы понимаете, да, действительно, вот она что-то в косметике понимает. И там у нас совсем другое отношение. А когда вы устала, приходите и приносите каталог, да? Человек на вас смотрит. И неужели эта косметика настолько плохо влияет, что я тоже буду так выглядеть страшно? Понимаете? Это не для того, чтобы... Ну, я надеюсь, что вы обиделись все-таки, да? Я все-таки очень надеюсь, что вы обиделись. Это не для того, чтобы вас обидеть, но вот это вот очень важная составная наша профессия. Поэтому вот, пожалуйста, если вам будет интересно, я в мае тоже собираюсь, вот, не совсем может быть так, но онлайно. Вы можете следить на фейсбуке. Я создал страницу мейкап-школы, это Reflay. И в мае мы можем сделать такой семинар онлайном, да? Вы сможете посетить. И тогда мы можем вот об этих вещах более подробно и более, скажем, побольше рассказать. И вы знаете, вот такому клиенту, наверное, тоже будет легко объяснить по поводу wellness продуктов, да? Потому что человек начитанный и знающий. Обязательно вы можете показать, как самостоятельно сделать это в интернете. И вот если сравнивать заказ вот такой женщины, да? Потому что если она будет брать все... Потому что очень часто она значит, блядет вот эту коллекцию, эту коллекцию, эту коллекцию. И вы знаете, вот итог, да? Вот я сложил все продукты очень хорошие. Девочки, я вам рассказываю то, что вы все знаете. Вот этим я хочу вас дразнить, чтобы вы чуть-чуть задумывались о некоторых моментах, которые, может быть, вы можете в том, что вы знаете, делаете каждый день, может быть, что-то делать иначе. То, что я говорил, ваш имидж. Мы никого никуда не отправляем. Но вы сами понимаете, если я вот в таком виде выйду в Омске на какую-нибудь кольцевую и начну управлять движением, я думаю, что очень скоро вызовет приедет такая машина с этими лампочками в белом, да? И, в принципе, меня отвезут куда надо. Потому что без формы, без надлежащего внешнего образа я не буду соответствовать, да? Что-то там в синее вышло, что-то там это самое, да? С ума сошел. Поэтому, пожалуйста, тоже отметьте, как создать свой имидж, да? Одна из наших консультантов, которая очень удачно работает мастер-классами, да? Все, что вы говорили. Улыбка, хорошее настроение и все, что с этим связано. Очень быстро. Что для этого надо? Приобретите. Можно я опять буду как бы не так лично, как мужчина? Вы воспринимаете меня как доктора. Я к вам прихожу и говорю, ваш диагноз вот такой и такой. Да? Можно вас чуть-чуть вот поднять? Смотрите, насколько удобно, когда вы приобретаете платье или костюм однотонный, без лишней отделки, без лишних каких-то элементов, которые вам... Вот чем больше узоров, чем больше каких-то отделок, да? Не присаживайтесь. Тем это обязывает что-то подбирать в таком ключе. И очень часто бывает, что вы не можете комбинировать. Для своей работы вы можете выбрать какой-то цвет, какой-то фасон, который вам подходит. И, пожалуйста, надоело ей вот это, она может одеть что-то другое. Какой-то другой аксессуар. Добавить здесь какого-то другого цвета. Либо сумку, либо, скажем, плач, либо дневник, либо какие-то вот аксессуары, которые очень хорошо подходят. И вам очень легко, вы можете это платье, скажем, комбинировать. Если вам надоело просто платье, вы можете какой-то цветной пиджак, да? Надо комбинировать, добавить. Вот придумать для себя какую-то рабочую форму, да? Спасибо, можете присаживаться. Придумайте вот для себя какую-то рабочую форму. Вот тут тоже очень отлично, да? Смотрите, хотите пояс, хотите можно убрать, можно украшение, можно с пиджаком, можно без. Всегда есть возможности варьировать. Следующий вариант аксессуары, что вы должны иметь.